добрый вечер дамы и господа я хотел сделать обзор на фильм стрингер я его сделаю обязательно потому что это великий фильм реально великий но сегодня я сделаю обзор на фильм мэд макс последний фильм мэд макс который я вот сегодня буквально посмотрел в кинотеатре мне на халяву дали билетик фанаты мои фанаты не разумеется не фанаты моего говно блогерство фанаты меня как говно режиссера и говно продюсера иногда перепадает какая-то халява так я за свой счет естественно в кинотеатр не хожу давным давно не хожу то есть я вот такой барин который ходит обычно на такие вещи на халяву тем более ну на какой-то боевик да я бы не стал платить свои деньги уж точно не знаю да нет ни на что не стал просто плачу ни за что но к фильму фильм не вот да сразу забегая вперед я посмотрел сейчас то есть послушал сейчас так называемый спойлер медисона его подкаст и я конечно дико разочарован мэдисоном в том смысле что я с ним в чем-то согласен во многом согласен но 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 во первых я не поставил бы фильму такую высокую оценку как восьмерочку которую мэдисон в конце концов выставил что естественно меня сразу наталкивает на какие-то нехорошие мысли по этому поводу мы знаем что мэдисон все-таки коммерческий человек поэтому может это все-таки такой хитрый способ пропиарить все тот же фильм но от восьмерочки как известно не очень далеко до десяточки фильм мэдисон критиковал ну и может посмотреть его спойлер то есть послушать его спойлер естественно если не будете удовлетворены моей аналитикой скорее всего мэдисон вам подойдет больше потому что такой сладкоголосый сладкозвучный персонаж поэтому конечно и он более доходчив я же человек более въедливый что ли да поэтому я не буду рассуждать о том какие там были актеры на актеров не насрать смысле не насрать конечно но я их как-то мало различаю есть конечно вот актер выдающийся как актер опять же могу вспомнить назывался который снимался стрим где который прекрасно справиться своей роли но и есть да ну конечно актеры это мыло то есть все таки я уже неоднократно говорил актер это все таки перчатка надета на руку режиссера и не более того и то что актер то есть то что режиссер выбирает перчатки не того цвета не того фасона и его руки как-то сводит судорогах вместо того чтобы он делал какие-то нормальные движения но тогда и получается вот такая хрень как мэд макс да мне фильм не понравился категорически да я могу выставить ему одну максимум троечку максимум ребята троечку потому что я человек злой придирчивый и троечку эту ставлю я исключительно за мир который был создан на экране за дизайн за костюмы за трюки за всю эту хрень собачью которая конечно ничего не стоит ничего не стоит если просто на нее смотреть два с половиной часа а тут я повторяю на самом деле мысли мэдисон до два с половиной часа я честно говоря захотел уйти где-то минут через 20 меня уже стало скучно потому что да ну что такое еще актер вот правильный фасон перчатки для ты можешь сопереживать этой перчатке если она как-то в какой-то резонанс вступает с твоим видением мира с твоим с твоей эстетикой тот актер который снялся вернее два актера да мужской и женский вид актера вот эти два человека которые снялись в главных ролях они у меня симпатий не вызвали была еще какая-то фишка которая распространялась что нам западных источниках за годы до этого фильма я не знаю была ли она частью какого-то промоушена вполне возможно что так и есть о том что типа скандальный феминистический фильм собственно поэтому я на него и пошел потому что мне интересно смотреть на скандальные феминистические фильмы я ожидал какого-то действительно какой-то неожиданности неожиданности я в этом фильме не нашел все вся схема фильма это старый ветхий бог-отец на смену которому приходит богородица что ли не знаю как это назвать то есть женское божество вот и все бог-отец отвратительный несимпатичный мерзкий злой богиня-женщина как бы сама доброта хотя и вот это все что можно сказать об этом фильме все остальное это необязательный гарнир вернее говоря на гарнире собственно все и построено вот это сюжет так называем сюжетная линия она снабжена вот этим обильным 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 гарниром вот представьте себе блюдо которое выглядит очень красиво но есть его нельзя то есть какой-то такой стеариновое яблоко натюрморт из фальшивых овощей фруктов не знаю чего еще то которые когда ты пробуешь зубами то сразу зубы твои вязнут в этом стеарине и соответственно никакого кайфа ты от такой никаких витаминов ты не получишь это не феминистический фильм сразу категорически хотя да вот на смену ветхому злому богу мужику приходит добрая женщина приходит кстати она при помощи мужика опять же того же сам ну вот этого самого безумного макса то есть без него без его чуткого руководства и каких-то советиков то есть он такой серый кардинал что ли да то есть такой точки распутья именно самый макс играет важную роль то есть он предлагает совершить что-то вроде революции захватить власть в свои руки богиня-мать и ее женская подразделение не просто собираются ехать куда-то к черту на рога совершенно никакой революции не думая собственно говоря вся идея этой богини-матери она заключается в том чтобы просто сбежать из пункта а в искомый пункт б какое-то такое женское эльдорадо страну тысячи матерей такой феминистический как бы феминистический рай но этого эльдорадо нет поэтому некуда бежать некуда идти надо наверное ехать куда-то вперед бессмысленно наш же макс он дает такую мужской советка ну женщина же не в состоянии додуматься такой простой вещи как революция поэтому ей нужен естественно поводырь а поводырь это мужик которого все как надо вот он говорит на самом деле будем революцию делать женщины не очень хотят потому что несмотря на то что они вполне успешно воюют ну как-то вот у них радости не вызывает только мужчина своей энергии может пробудить у них это революцию чувство из этой формулы мы сразу видим там нужно еще что в фильме мне категорически не понравилось то что он совершенно лишён юмора те шуточки которые как бы шуточки которые фильме имели место они не тянут ни на что даже на петросяна не тянут то есть женщины рассуждают о калибре пистолетов и оружие как про мужские половые органы по-моему совершенно какая-то невиданная метафора фантастическая метафора этого мы никогда не встречали так уморительно смешно и больше всего больше фильме ничего на эту тему нет вернее не нет никакого больше юмора кривляния каких-то клоунов размазанных полу зомби полу не знаю кого полу дикарей австралийские то действие то в астралии происходит поэтому должна быть обязательно наверное австралийская экзотика то есть вот пустыня раскрашенным дикаре это уже дань такой австралийской традиции не будем забывать что оригинальный мэдмакс он родом из австралии из этих пустынь и и дикарских укладов дикарских обычаев да и конечно же это не что ну все все эти штуки все этой экзотикой на мой взгляд ничего не спасает да хотя и я сказал что да я ставлю тройку за выстроенный мир безусловно этот мир выстроен от начала до конца от точки до точки да там постарались очень хорошо постарались художники зачем только они постарались для того чтобы донести до нас какую-то очень простую мысль что без мужика без поводыря женщина на самом деле не может возвыситься мог ли могла ли женщина режиссер снять такой фильм безусловно нет потому что это чисто мужская точка зрения и говорить о каком-то феминизме в этом смысле просто не приходится феминизм не будем забывать что это прежде всего критика общества чтобы вам было понятно это на самом деле не женской доминанта и неравные права а это критика того общества которое существует в настоящий момент на планете земля критика конечно исходящая от женщин но критика и это очень важно критика смешная едкая злая шутливая черная но критика обычно настоящие феминистические фильмы это фильма о бандах веселых бандах лесбиянок скажем так которые говорят на своем сленге ну послушайте я не знаю там какие-то женские группы такого радикального направления беру пауэр и соответственно там и тебе титти вот такой есть фильм там как раз бандах лесбиянок который довольно весело пишет какие-то уличные граффити там что-то бьет разрушает то есть это стиль панк то есть такой женский стиль панк и это всегда что-то очень заводное здесь ничего такого заводного нет кроме матери богини воительницы все остальные женщины на экране это какие-то мальвины или какие-то беременные барби не знаю что вообще такое то есть какие-то существа неприспособленные к жизни да нет еще есть и старой воительницы кто-то сказал бабушки на мотороллерах мэдисон по моему как раз это сказал а ну такие бабушки есть в жизни вот я их видел на самом деле стареют ведь не только мужчины ангелы ады на рокеры байкеры но есть еще и байкерши которые точно так же рассекают на мощных мотоциклах и да время берет свое они уже превратились в бабушек так что это я знаю таких бабушек выглядят они очень воинственно а то что они на экране показаны как боевые единицы это вполне правдоподобно вполне абсолютно правдоподобно так что это не стёб в этом смысле если вы подумали что это стёб для западного человека это норма жизни русские бабушки в платочках конечно на байках не рассекают это понятно поэтому женщины такого возраста они ассоциируются именно с теми самыми бабушками которые у подъездов считают проходящих мимо хулиганов и отпускают злые реплики в их адрес и не более того ну какие то стервозные уборщицы в школе злые опять же уборщицы в каких нибудь рабочих столовых если такие еще остались в моё время они были ну в общем какие то пивных грязных да в общем такой вот толстый какие то спало укладчицы преклонного возраста и так далее то есть все это очень очень не симпатичные существа и представить их на байке конечно совершенно нереально я помню в сериале клубничка он был как как раз гэк на эту тему одна из героинь так сказать преклонного возраста хотя на самом деле не такого уж и преклонного по моему было около там 50 с чем-то лет она ну на экране она занимала нишу бабушки она вдруг как бы у нее что-то там сдвигается крыша и она ощущает себя молодой девочкой то есть у нее полностью перестраивается сознание она становится как бы молодой девочкой ощущает себя на 18 лет при этом оставаясь в теле вот этой вот старой женщины и она тусуется с рокерами как раз слушает какой-то хэви метал тогда это было модно в начале 90-х потому что сериал клубничка очень старый наверное никто из вас его не видел комический сериал в общем-то первый комический сериал в России перестроечный снятый вот и она короче говоря всю серию каждая серия это одна история собственно там без продолжения вот она всю серию продолжает играть в молодую на полном серьезе то есть меняется там ее отношение к жизни ко всем делам и в конце да все ее сверстники и сверстницы они ужасаются что с ней стало и за кадром естественно слышится смех после ее каких-то там реплик там пойдемте там девчонки потусуемся или еще что-нибудь в этом роде и конечно не может эта серия не закончится тем что она в конце концов опять становится то есть ее сознание становится на место и она вдруг обнаруживает себя сидящей на сидении байка в обнимку с каким-то молодым человеком и в какой-то странной кожаной одежде с шипами там рядом ревущий магнитофон и она вдруг так сказать вздрагивает от ужаса видит уже мир другими глазами и в полном ужасе в полном охуении от того как почему она здесь оказалась что это за мерзость вокруг и на этой ноте и как такую это нота возвращения в ту нормальную как бы жизнь да она сопровождается вздохами облегчения ее близких окружающих сверстников то есть она стала нормальным человеком вернулись в свое такое нормальное состояние что для меня на самом деле было абсолютной драмой потому что я считаю что возраст не имеет никакого значения и конечно же пока ты способен быть внутренне молодым ты должен быть а если ты старпер то ты можешь быть и в 13 лет старпером с галстучком и в пиджачке или там в черной юбке в белой блузке и естественно с таким сознанием бухгалтеры не знаю кого солидным сознанием это и и и и и и и там что человек превратился опять в какой-то кусок говна который рассуждает о том какие там как внуки плохо себя ведут про грязную посуду еще про какую-то хрень про какую-то там капусту и картошку и там не знаю что да ну то есть про что-то такое тупое обывательское неинтересно серое то как должна собственно говоря настоящая пожилая женщина мыслить и действовать вот в этом фильме вот мэдмакс конкретно показаны такие персонажи до бабушки на байках я повторяю что то опять же никакой не феминизм это просто данность западного мира это совершенно нормально поэтому если кто-то думает что вот это феминизм или то что женщина-богиня занимает какое-то свое место важно в иерархии на место бога отца нам приходит то это естественно хрень собачья это это точка зрения это позиции именно мужчины режиссера вульгарное понимание того что такое феминизм зачем было нужно режиссеру мэдмакса делать женщину почти самой важной фигурой фильм дань какой-то моде так ее нету этой моды те люди которые будут говорить мне что феминизм дескать победил и там за секшуал харассмент судят бесконечно в америке или что-то еще такое а я могу сказать как человек в америке живущие то есть и чушь собачий феминизм конечно же не победил доминирует конечно же мужчины в любом западном обществе и в гейропе и в америке и я могу объяснить то есть очень простой аргумент доминации мужчины женщина получают намного меньше мужчины на то же самое занимает ту же самую позицию на любой работе она не может по закону получать как бы ту же самую сумму представьте себе да это вот все сохраняется вот так но если она конечно работает на кого-то если она сама бизнесмен это уже другое дело там уж она назначает цены но а вот если работает на дядю то зарплата ниже ребята ниже несмотря на то что эта женщина может быть специалистом намного более высоким чем мужчина также процент женщин которые имеют возможность получить хорошее образование он ниже не потому что у женщины тупые и не идут не хотят быть химиками физикой и математиками программистами да и кем угодно а потому что есть определенные квоты потому что на самом деле даже западном мире есть ли даже почти весь коллектив университета состоит из женщин то это мужчины в юбках мужчина в юбках это не женщина это женщина перевертыш которая занимает роль то есть играет роль мужчины то есть как маргарет тэтчер никакая не феминистка разумеется это просто другая ролевая модель это женщина который то есть ну это как неофит который обращен в веру недавно и он хочет быть святее папы римского так и женщина соответственно на месте премьер-министры занимая какую-то огромную должность в корпорации она не является феминисткой она является суррогатом мужчины хочет быть святее мужчины то есть действовать еще более жестче и в особенности по отношению к женщинам и здесь речь не идет о том что женщина по отношению к женщине конечно всегда более стервозной так далее это тоже чушь собачья есть совершенно разные отношения к этому извините что я такую лекцию про феминизм сейчас развел но я думаю что это очень необходимо потому что я об этом говорил мало а существуют какие-то мифы и догмы клише которые в обществе бытуют так что вот фильм меня крайне разочаровал надо ли его смотреть рекомендую ли его я его смотреть вам зависит от вас наверное любите вы такие фильмы типа трансформеры или еще какую-то билиберду подобно говорится добро пожаловать в кинотеатр платите свои денежки ну или там когда выйдет блу-рей можете смотреть себя вот я же лично мое мнение что это фильм мусор уж совсем да но вот абсолютно я услышал об этом фильме да и все таки ну не то чтобы там сильно его ждал ну какие-то там были ожидания скажем так некоторые ожидания мне было любопытно любопытно посмотреть но увы любопытство мое удовлетворено но оно в минусе я не могу сказать что я лучше бы я этого не видел меня как раз интересно с исследовательской точки зрения на это посмотреть потому что опять же вот эти вот все заявки вот эти вот все претензии вот эти обсуждения о том что якобы феминизм какой-то для меня очень странно и любопытно мне непонятно почему режиссер это сделал еще буду выяснять я не смотрел никакое там интервью с этим режиссером и не смотрел трейлер предварительно не смотрел трейлеры я пошел в кино ничего не знаю про этот фильм только по наслышке какой-то слушок о том что якобы он феминистический вот поэтому я пошел так бы не пошел даже на халяву ребята не пошел ваше дело платить за это или не платить вот такой вот анализ надеюсь что я ничего не упустил ставьте лайки подписывайтесь на канал чао чао с вами был олег что касается обзор фильма стрингер я его обязательно сделаю потому что это фильм действительно тот о котором нужно говорить много и хорошо